2 апреля 2020 года. Как я и обещала, мои дорогие, сегодня я буду рассказывать вам дальше о библейских садах. А значит, не буду нервировать и волновать моих дорогих телезрителей, не буду никуда удаляться от дома. Хотя должна сразу вам сказать, что на 100 метров от дома гулять в Израиле разрешается, а также разрешается ходить на почту, в банк за покупкой продуктов или на работу. Поскольку этот видеоблог по сути моя единственная сейчас работа, то даже если меня когда-нибудь остановит полиция, я объясню им куда и зачем я иду, и никаких проблем абсолютно у меня не будет. Так что не переживайте, не волнуйтесь, что я ради общения с вами делаю какие-то опасные вещи. Это не так. Итак, сегодня мы обратимся с вами к песне песней, к удивительной книге в Ветхом Завете. Не знаю, читали вы или не читали. В любом случае, если вы даже и читали, то, может быть, после этой передачи вам захочется еще раз перечитать эту книгу и сделать это именно сейчас, именно в дни Великого Поста, потому что книга эта как нельзя лучше говорит о любви. Начнем же мы с вами с самого начала и скажем несколько слов об авторе этой книги, о царе Соломоне. Имя Соломон переводится как мир или мирный, поэтому святые отцы говорят нам, что царь Соломон является одним из библейских прообразов Господа нашего Иисуса Христа, потому что кто, как не Господь, является полным, абсолютным, совершенным миром, совершенным Богом, который и нам дает с вами дух, мирен, и мир дает нам в сердце, который ничто не может у нас отобрать и ничто не может его поколебать. И вот царь Соломон исторически фигура достаточно сложная. Скажем прямо, в Библии неоднозначно описан его образ. Если мы читаем книгу царств, где рассказывается о Соломоне, Соломон был сыном царя Давида от его жены Версавии. И Соломон, с одной стороны, был мудрейшим из людей, и сам он просил у Бога этой мудрости, эта мудрость была ему от самого Бога. С другой же стороны, Соломон был могущественным правителем со всеми вытекающими из этого, скажем так, грехами и слабостями. Особенно известно, что Соломон очень любил женщин, у него был большой гарем, как бы мы сейчас назвали, у него была тысяча жен, как говорит предание, и вот многие из его жен были язычницами. И потакая им, Соломон позволял ставить языческие капища прямо у стен Иерусалима, у стен старого города, вот в той самой долине Геенома, которую я вам уже рассказывала. Поэтому в конце библейского повествования Соломоне он предстаёт перед нами скорее как отступник от заветов Бога Единого. Тем не менее, в те периоды, когда Соломон жил свято, Господь многое нам через него открыл. Недаром Соломон изображается нами на святых иконах, так же, как царь Давид с нимбом вокруг головы своей Соломон во святых. И вот три книги нам представлены в Ветхом Завете, автором которых считается царь Соломон. Это «Экклезиаст», «Притчи Соломона» и «Песнь песней». Святые отцы говорят нам, что именно в таком порядке и нужно их читать, потому что «Экклезиаст» и «Притчи» – это для более новоначальных, а «Песнь песней» – для более совершенных. В «Экклезиасте» рассказывается о суетности и бренности недуховного, мирского, временного, земного существования, о том, что всё проходит и это пройдёт, о том, что всё есть суета, сует и всяческая суета. В книге «Притчи» же говорится о том, как человек должен жить здраво, благочестиво, праведно, соблюдая заповеди Божии. А вот «Песнь песней» представляет собой удивительную, неповторимую любовную поэзию, любовную поэзию, которая, можно сказать, даёт нам с вами образ любви. Поясню. Давайте начнём думать об этом, оттолкнувшись от того состояния, в котором мы находимся с вами сейчас. Мы находимся в очень сложном времени. Многие-многие уже люди во многих городах и странах лишены соборной церковной молитвы. У многих в сердце смута, паника, осуждение, даже злоба, ощущение того, что церковь слишком слабая, она недостаточно делает, не противостоит миру. А вообще истина ли она? А вообще где Господь? Почему она это попустила? Зачем? И много других таких подобных мыслей. Как никогда нужно нам сейчас найти в своём сердце любовь. Любовь к Богу и любовь к нашим ближним. Сделать это непросто. Нам с вами трудно подняться до чего-то духовного просто так с нуля. Для этого нам, собственно, и дам мир чувств и мир воображения, чтобы, оттолкнувшись от него, мы могли взойти к более высоким вещам. Почему Господь даёт нам и святые иконы, даёт нам причастие под видом хлеба и вина. Господь даёт нам множество видимых знаков, символов, вещей, которые мы можем своим чувственным восприятием понять и осязать. И через это возвыситься к горнему, к высшему, к нематериальному, уже нечувственному, немысленному, нефизическому. Вот точно так же и здесь. Песнь песней, по сути дела, создаёт нам образ любви и преподает нам его в самом лёгком для восприятия виде. А именно это любовные песни жениха к невесте и невесты к жениху. Люди неверующие, ну и многие христиане, кто, может быть, просто ещё не задумывался, не читал толкование на песнь песней, считают это просто любовной поэзией. Притом достаточно соблазнительной, потому что там действительно используются очень сильные, как бы мы сейчас с вами выразились, эротические образы. Вот, кстати, о слове «эрос» вообще нужно сказать отдельно, потому что многие слова мы с вами исказили. Да, в нашем мире многие слова употребляются неправильно и понимаются неправильно. Если мы обращаемся к святоотеческой литературе, вот в особенности к святому преподобному Дионисию Ариапагиту, у которого есть труд о божественных именах, то там есть вот такие замечательные слова. Я лучше вам просто прочитаю, чем пересказывать. Он пишет так. «Чтобы не показалось, однако же, что мы говорим это, отступая от божественных речений, то есть от священного писания, пусть те, кому не нравится имя «любовь», то есть «эрос» по-гречески, послушают следующее, и он цитирует нам из притчей Соломоновых. «Полюби её, и она сохранит тебя. Огради её, и она вознесёт тебя. Почти её, чтобы она обняла тебя». И прочее, что богословие поёт, используя образ любви. «Ведь и некоторым нашим священнословам, то есть богословам, даже более божественным представляется имя «любовь» – «эрос», нежели имя «приязнь» – «агапи». Вот так интересно. Мы с вами часто думаем, что «эрос» – эротичный, эротический, действительно, это в современном языке обязательно в коннотации какой-то дурной, то есть сразу нам представляется что-то развратное, греховное, запрещённое, связанное со словом «блуд». Однако изначально в древней богословской литературе это было абсолютно не так. Поэтому часто сейчас любят говорить, что «любовь» по-гречески «агапи». «Агапи» – это приязнь, это, скажем так, более слабое проявление любви. «Эрос» же – это сильное, наиболее сильное проявление любви, поэтому часто святые отцы пишут о божественном «эросе», который, к тому же, экстатичен. Слово «экстаз» – это тоже замечательное слово, означающее выход наружу, выход вовне. Божественная любовь постоянно изливается на нас с вами, на созданный Богом мир. Кстати, свидетельством этому служит окружающая нас с вами природа. Как сказал один замечательный автор, вообще священные писания нужно читать на улице, а не в доме. Вот мы видим с вами деревья, мы видим с вами цветы, мы видим с вами животных и птиц. В каждом из них теплится жизнь. Вот эта жизнь, этот Дух Божий, который в них с момента сотворения присутствует, был послан, заложен в них, выходящий из себя божественной любовью, божественным «эросом», если говорить греческой терминологией, и продолжает постоянно жить и в нас, в каждом человеке, и в каждом живом тварном существе, и является это подтверждением, неопровержимым подтверждением присутствия, сокрытого присутствия Бога. То есть в этом проявляется сокрытое присутствие Божьей любви. Итак, для того, чтобы нам понять божественный «эрос», чтобы нам представить себе, о чём идёт речь, Библия предлагает нам песнь песней. Ведь действительно, на каком примере можно лучше вообразить себе и представить любовь, чем не на отношениях между женихом и невестой. Это самый простой, доступный для каждого, даже для ребёнка, собственно говоря, способ понимания любви. И вот в песне песней царь Соломон разговаривает со своей возлюбленной невестой. На самом же деле, как говорят святые отцы, это только верхний, так сказать, пласт этой книги, на самом же деле здесь Бог разговаривает с нашей душой. Со мною, Сливана, невеста, со мною иди, Сливана, Спеши с вершины Аман, с вершины Сенера и Ермона, Отлаговы ж львыных с гор Барсона. Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, Пленила ты сердце моё одним взглядом очей твоих, Одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твоей лучше вина, И благовонья мастии твоих лучше всех ароматов! Сотовый мёд каплет из уст твоих невеста, Мёд и молоко под языком твоим, И благоуханье одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Почему здесь Бог называет нашу душу, Вообще не только нашу душу, Вообще человека называет невестой и одновременно сестрой? Ну, во-первых, Господь сотворил сперва плоть нашу, А потом вдохнул в неё душу. Вот, как говорят святые отцы, Плоть наша сестра Христова. Потому что Господь впоследствии тоже взял плоть от Пресвятой Девы Богородицы, Соответственно, мы с вами родные Христу по плоти. Поэтому все мы женщины, как бы сёстры Христовы, И мужчины-братья Христовы. И в Евангелии Господь говорит, Те, кто слушают слов моих, те, кто мои ученики, Те и мать мне, и сестра, и брат. То есть вот это перекликается с Евангелем. Почему же называет невестой? Потому что каждая душа, независимо от того, в браке ли мы с вами, Или монашествующие, Каждая душа обручена Богу. Каждую душу Господь хочет ввести на брак, в брачный чертог. Об этом говорится и в Евангелии. Так называется Царствие Небесное брачным чертогом. Почему? Потому что где, как ни в брачном чертоге, Можно найти настоящую, горячую, огненную, Изливаемую друг на другу любовь, Любовь жениха и невесты. А как же душа говорит о Боге, праведная душа, Как любит она своего жениха? Голос возлюбленного моего. Вот он идёт, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, Заглядывает в окно, мелькает сквозь решётку. Удивительный образ. Дело в том, что Бог для нас неуловим, непостижим. Мы постоянно ищем Господа. Мы хотим как бы уловить Его в сердце своё, Хотим увидеть Его лицо, услышать Его голос, Почувствовать Его прикосновение. И Он приближается и удаляется всё время от нас. И вот такой удивительный образ, Как молодой олень, который скачет по горам. Также это образ свободы. Как ещё Клайв Льюис говорил про льва Аслана. Те, кто читали хроники Нарнии, Помнят, что Он не ручной лев. То есть Он постоянно уходит от нас туда, Куда Он хочет. Дух веет и где же хочет. И мы не можем поймать и иметь Его. Мы можем наслаждаться минутами с Богом. И опять теряем их, Господь так попускает Для нашего с вами труда. И Господь волен дать нам себя и не дать нам себя. Господь волен подойти к нам близко, Отойти от нас дальше. И мы любим Его так сильно, Что мы смиряемся с этим. Как невеста смиряется с тем, Что жених то рядом с ней, а то нет. И является ей иногда только мельком, Как бы за решёткой окна. Удивительно, здесь в каждой строчке Можно найти просто замечательное вдохновение Для духовного поиска, для души. И вот есть момент, где невеста теряет своего жениха. Он исчезает с ложи её, да? И она идёт его искать. И вот здесь потрясающие строчки, Которые просто повторяются потом в Евангелии. Встану же я, пойду по городу, По улицам и площадям, И буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его, и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, Как нашла того, которого любит душа моя. Ухватилась за него и не отпускала его, Доколе не привела его в дом матери моей, И во внутренние комнаты родительницы моей. Помните воскресение Христова? Как Господь является, воскресший Христос, Является Марии Магдалине. Она потом спрашивает у самого Христа, Думая, что он садовник. Помните? Не видел ли ты его? Скажи, где ты положил его? Я пойду и возьму его. И Господь открывается ей, И она ухватывается за ноги его. Это полностью, это говорю не я, Это святитель Григорий Низский Так объясняет нам этот момент песни-песней. Что это полностью прообраз встречи Господа с Марией Магдалиной. А в лице Марии Магдалины со всем человечеством, В том саду, где была гробница Господа, Где он воскрес. Об этом саде еще будет у нас отдельная передача с вами. Одно из наименований, которым жених называет свою невесту в песне-песней, Это запретный сад. Вот так звучит эта строчка. Что лилия между тернами, То возлюбленная моя между девицами. Запретный сад, сестра моя невеста, Заключенный колодец, Запечатанный источник. Рассадники твои, Сад с гранатовыми яблоками, С превосходными плодами. Запретный сад. Это значит сад, огороженный очень хорошей стеной, Имеющий очень хороший забор, калитку и замок. Святые отцы говорят нам, Что огорожен сад нашей души заповедями Божьими. Вот почему Господь называет здесь душу запретным садом. Она закрыта от мирского воздействия, От греховных влияний, Оградой заповедей Божьих, Которые обеспечивают ей верность её жениху. Есть в этом саду и источник, Запечатанный источник. Источник этот, это источник благодати Божией, Который душа несёт в себе. Этот же источник, Некоторые святые отцы Объясняют как разум человека. Разум, поставляющий в душу, То есть в этот сад, Добрые помыслы, Которые наполняют и питают этот сад жизнью. Сад, вообще образ сада. В «Песне песней» очень много растений. Наверное, ни в одной книге в Библии Нету столько описаний природы. Здесь и цветущий виноград, И созревшие плоды смоковницы, И много всего, и цветы полевые. Дело в том, что Господь призывает нашу душу приносить плоды. Правильно? Плоды добродетелей. И вот также образ деревьев здесь, Это образ плодовитости нашей души. Наша душа – это сад, другой образ. И она приносит плоды. Приносит плоды каждый в своё время. И Господь, как добрый виноградарь, Придёт за этими плодами И потребует с нас эти плоды принести ему. И вот видите, как переплетается это И с образом жениха и невесты, И с образом райского сада, Который мы были поставлены когда-то, Возделывать и охранять. И с образом нашей природы, Которая окружает нас. Вот все эти образы можно брать из Библии, Можно вдохновляться ими. И в эти дни Великого Поста Обратить свой взор на наших любимых, На тех, кто рядом с нами. Будь то супруг или супруга, Будь то наши детки или наши родители, Можно посмотреть, А любим ли мы их вот так всем сердцем, Как жених любит невесту. Вот такие интересные мысли Рождаются от Соломона. Ну и наконец, Существует ли это место в реальности? Что за сад описывает Соломон? Всё-таки это образ или это реальное место? Скорее всего, это реально существующее место. По дороге из Иерусалима в Хеврон Есть замечательная долина. Очень красивая. И по преданию, В ней и находился тот самый вертоград, Знаменитый сад царя Соломона. В этом саду были всевозможные растения, Какие только тогда были известны. Говорят, это были растения со всего света собранные. И вот этот-то сад, И использовал он как образ Для своей невесты Вертоград, Заключенный невеста моя. Сейчас в этой долине Находится католический монастырь. Называется это долина Артас. Это искажённое произношение слова хортус, Ну то есть, собственно, сад. И небольшая эта монашеская община Занимается воспитанием детей. Там есть детский садик арабский, Который устроен для жителей Близлежащей деревни. Деревня так и называется, Артас. И, к сожалению, паломники Это место обычно не посещают, Потому что это современный Католический монастырь, Там никаких святынь внутри нет. Но на проезде мы иногда Его раньше паломникам показывали. Но посмотрите даже из окна, Посмотрите на всё, что вокруг вас, Посмотрите на свои комнатные цветы, Если вы сидите в карантине, Ведь в них тоже веет Дух Божий, Они тоже являются Бессловесным, тихим выражением Тайного присутствия Бога, Божественной любви, Божественного Эруса В нашей с вами повседневной жизни. Я на сегодня прощаюсь с вами. Обещаю выходить в эфир Как можно чаще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok